Правительство России должно будет в самое ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики. Об этом накануне в ходе видеосовещания с членами правительства и главами субъектов России заявил президент Владимир Путин. Наша съемочная группа пообщалась с экспертами и представителями промышленности Тверского региона, которые высказали свое мнение о том, какие шаги в первую очередь необходимо предпринять властям в целях сохранения экономики Тверской области. Уже почти два месяца, как в России, фиксируется стремительное распространение коронавируса. Из-за введенного в связи с этим режима самоизоляции свою работу пришлось остановить многим предприятиям и организациям. Большое количество из них оказалось на грани банкротства. Для предотвращения массового экономического коллапса федеральные власти объявили о неотложных мерах поддержки бизнеса. В частности, о льготном кредитовании. И мы неоднократно рассказывали в наших сюжетах о тех сложностях, с которыми столкнулись предприниматели в процессе получения, например, беспроцентных зарплатных кредитов во многих банках. В федеральной власти неоднократно корректировали этот процесс. Однако даже сейчас, в конце апреля, получить эти средства бизнесу зачастую очень непросто. Настолько я знаю, немного даже ужесточили процедуру выдачи кредита. Если раньше надо было собрать, условно говоря, определенный пакет, сейчас к этому пакету добавились еще и другие требования. А тем временем бизнес уже из последних сил ждет, что вся заявленная поддержка реально заработает. В региональной ассоциации «Тверские пекари», например, очень надеются, что областное правительство сохранит введенную еще в прошлом году субсидию на производство их продукции. Тогда она очень помогла предприятиям отрасли, в которой только в Верхней Волжье работают 3000 человек. Ведь уровень рентабельности здесь минимален. При том, что в прошлом году мука подорожала на треть, а в мае ее стоимость обещают снова поднять. Это грозит пекарям работой в убыток со всеми вытекающими последствиями. За прошлый год у нас уровень рентабельности 0,3%. То есть выдержать увеличение цен и принять это все на себя мы не можем. Уже многие предприятия звонят, говорят, что мы на грани закрытия. Поэтому целевые субсидии реально могли бы позволить хлебопекарным предприятиям устоять на ногах в тяжелый период, сохранить производство и коллективы. Еще одной очень ожидаемой от федеральных властей мерой должна стать прямая выплата денег гражданам. Этот шаг уже неплохо себя зарекомендовал за рубежом. Наша страна вполне может позволить себе такой же вид поддержки россиян, убеждены многие эксперты. Эта функция спасет сейчас нашу экономику, потому что эта функция имеет мультипликационный эффект. И соответствующим образом это порождает спрос, а спрос порождает предложение. Соответственно, нам сейчас надо об этом думать. С идеей о прямых выплатах денег населению согласна и директор одного из тверских заводов железобетонных изделий, Анна Рыбакова. Кроме того, она считает, что федеральным властям ни в коем случае нельзя прекращать финансирование нацпроектов, в том числе и в части строительства. Ведь эта отрасль является локомотивом экономики любой страны. Поэтому заявленные меры поддержки малого и среднего бизнеса надо распространить на больший перечень фирм и компаний. Ведь сейчас те же предприятия по производству строиматериалов оказались отсечены от помощи, причем незаслуженно. У них в себестоимости доля трудозатрат 30-40%. И, соответственно, получая выручку даже меньше миллиарда, численность нам для того, чтобы эту выручку образовать, нам нужна численность от 400 человек и больше. И мы, соответственно, не попадаем. И поэтому вот эти все меры, которые анонсированы правительством и Путиным, до нас они вообще практически ни в каком виде не доходят. Совершенно очевидно, что если большие предприятия будут стабильно работать, то это станет хорошей поддержкой и малого бизнеса. Например, 90% грузоперевозок осуществляются как раз индивидуальными предприятиями. А значит, если нужно перевести продукцию крупной фирмы, неважно, железобетонная это плита или хлебобулочные изделия, то свою копейку получит и владелец грузовика, работающий сам на себя. Предприниматели очень надеются, что в новом пакете мер поддержки бизнеса будут учтены их просьбы, и, в общем-то, немалые средства из федерального и регионального бюджетов действительно своевременно и без лишних проблем дойдут до тех, кто по-настоящему в них нуждается. А мы продолжим следить за этим процессом и информировать вас обо всех его нюансах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok